Финал. Сегодня мы узнаем, что на самом деле происходило с Гариком всё это время, а также узнаем, что это за белый отряд, о котором мы получили известие ещё в самом начале. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Итак, мы со стрелком пришли до учёных, чтобы что-то разузнать. Так, иди пока пообщайся с учёными, пишет нам стрелок, окей, пойдём. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Профессор, давайте на чистоту. Вы знаете что-нибудь о секретном оружии 62? Наслышен. У меня есть много документов, где описывается это оружие. И что же мне нужно сделать, чтобы заполучить эти данные? Ну, вообще-то, нам сейчас очень даже не помешает помощь. Дело в том, что мы сейчас проводим очень значимые для человечества исследования, но нам просто не хватает рук. Я понял вас, профессор, конкретно в моём задании. Так вот, задание не из лёгких, но думаю, такой человек, как вы, справится с ним в два счёта. Мы хотим узнать, что происходит в градирне. По нашим данным, там замечена очень высокая аномальная активность. Возможно, мы узнаем что-нибудь новое, обследовав эту местность. Вот вам настроенный модернизированный детектор. С его помощью вы сможете выверить всё с высокой точностью. Что конкретно я должен там увидеть? Узнать? Или я должен провести замеры? Нет, вам нужно лишь достать этот детектор в области аномальной активности, и тогда детектор сам запишет всю нужную нам информацию. Понял, профессор, иду выполнять задание. Ну, короче, ясно. Иди туда, сюда и так далее. Поговорить со стрелком. Чёрт, мы чё ещё и вдвоём пойдём? Дурачок. Что сказали учёные? Просто так они ничего не скажут и не отдадут. Но если мы поработаем на них, то тогда они обещают нам обширную информацию. Тогда тут без вариантов. Что за работа? Вкратце нужно сходить в градиры, не просканировать местность. Что-то новенькое. А ладно, чего стоять? Пошли, пошли. Ну давай, исследуй аномалию. Я тут пока покараулю. Хорошо. Давай быстренько. Сворочек. Вот, я исследую как только могу. Бабах. А долго все-то не вывалились. Ого. Я такое раньше видел. Дуй сюда, поговорить надо. Хорошо. Впервые видишь подобную аномалию? Это было прекрасно и в то же время страшно. Что это такое? Эту аномалию прозвали пространственный пузырь. Хорошо, хоть ты руки туда не всунул. А то появился бы где-нибудь на кордоне. И это в ложном случае. Слушай, давай поговорим на базе. Идем? Пошли. На базе он имел в виду здесь, на станции Янов. Я думал, мы в бункер ученых вернемся. Так, вот мы и на базе. Что будем делать дальше? Я думаю, стоит одновременно разделиться. Я буду искать информацию о гаусс-винтовке в одном месте, а ты в другом. Хорошо, значит я пойду к ученым, доложу о результатах. Вот и хорошо. Как только я узнаю что-либо, я дам тебе знать. До встречи. Ну, это хоть что-то, окей. Снова здравствуйте, профессор. Задание выполнено, вот результаты. Здравствуйте, отлично. Это было очень красивое явление. Аномалия формы шара, и у меня на глазах распылилась в электромолниях. По слухам, эту аномалию называют пространственный пузырь. Ага, так, видимо... Хм, я думаю, что эта аномалия появилась в городе Рене не случайно. Скорее всего, именно там хорошее биополе. Профессор, мне не особо интересно, давайте перейдем к нашему уговору. Ах да, извините, что-то я отвлекся. Вы готовы к очередному заданию? Готов, профессор, выкладывайте. Отлично, так вот, перейдем к делу. Недавно мы отправили запрос на Большую Землю, чтобы к нам отправили беспилотный разведчик. Но его мы так и не дождались. Наш техник Новика вычислил приблизительные координаты последнего сигнала от беспилотника. Вот, теперь они у вас в КПК. В общем, в этом беспилотнике установлен модуль с важной нам информацией. Он заблокирован, поэтому не думаю, что он кому-либо нужен. Ваша цель, найти беспилотник и извлечь модуль. Задачу понял, а вы, профессор, начинаете подготавливать для меня документы. Конечно, молодой человек. Ах, вы твари, я думал, одно задание всего лишь. Ну ладно. Я добрался до беспилотника, валяется он тут спокойно себе. Ну, нихрена себе. Хе, опять погиб Юрий Семецкий. Сколько можно? Просыпаюсь я уже ночью. И опять мне плохо, опять я дышу, как не знаю кто. Вернуться к ученым. А, ну то есть это нормально, да? Я... Что за... Ну нахрен это место? Ясненько. Химерка решила мне сюрприз устроить. Нужно вернуться к ученым, потому что произошла аномальная эрекция. Ясно, аномальная эрекция произошла, пацаны. Бывает такое. Профессор, что это было? Ваш беспилотник взорвался, когда я подошел к нему. Не может быть, видимо взорвался топливный отсек. Это очень странно. А что насчет модуля? Модуля в беспилотнике не оказалось, еще и взрыв этот. Успокойтесь, успокойтесь, извините за ущерб. Спасибо, что обследовали ту местность. Вы хорошо себя показали, поэтому вот ваши документы. Спасибо, профессор, давайте их сюда. Документы изделия номер 62, лист надписи изделия 62, отчет по работе над изделием 62. Ясненько, давай почитаем, что у нас тут. Так, отчет по работе над изделием 62. Оружие в 1999 году было принято вооружить всю Европу, и бывшие страны СНГ этим оружием, но цена на боеприпас была слишком высокая. При выстреле в живую цель, она в тот же час разрывается. Ну, короче, ясно, разрывается изнутри, прикиньте. Хе, такие это пиндосы какие-нибудь с голос пушками. Хе, хеллоу. Ладно, дальше. Лист с надписью изделия 62. Справедливо, я могу взять А4 и написать на ней изделия 62, и все, это тоже будет лист с надписью 62. На листке написано. Оружие стреляет нейроны статическими энергетическими шарами. При вылете пули шарик смыкается и превращается в мощный поток энергии, который направлен на вперед. Было решено не проводить опыта в сильно освещенных местах. Причина отмены доработки. Заключение. Слишком высокая потребность в электроэнергии. Понятно. А это чё? Документы. Просто в документах указаны закодированные координаты вместо положения лаборатории. Понятно. А, а чё теперь делать, как бы? А, поговорить со стрелком. Понял. Пойдём. Блин, я ушёл от учёных и не починился. Эх. Стрелок, смотри, что я нашёл. Неплохо. Знаешь, один документ нам пригодится, остальные и так, к делу. А ты что-нибудь узнал? Узнал. И даже много. В общем, из моих данных, лаборатория с гаусс-винтовкой находится на территории затона, что и подтвердили твои документы. Так вот, другая проблема. Старый проход на затон накрыли аномалии, поэтому нам придётся искать другой путь. И я знаю, где стоит поискать. Вот оно что. И что ты предлагаешь? Нам нужно будет исследовать восточный тоннель, который, по моему мнению, проходит напрямую через завод Юпитер. Я когда-то был там. Будешь готов, двинем. Понял тебя. Я готов, пошли. Точно? Подожди, пошли, да. Окей. Если это всё внутри, я просканирую местность. Как бы в путепровод это попасть? Давай. Ага, понял. Правда, я хз, что меня тут можешь ждать. Ну, разве что какие-нибудь бюреры там, да? Да я угадаю. Ну да, конечно, я уже слышу этих тварей. Я тоби порву на фашистские знаки. Или флаги, или знаки, я не помню. Ах ты. Говножуй. И опять я погиб. Ну, в смысле, это Юрий Семенский погиб, а я так потерял сознание. Эй, стоп, подожди. Отбойник-то на земле остался. Тварь тупая. Он у меня дропнул из рук отбойник. И как бы это, ну, не катсцена, но сюжетная потеря сознания. Всё. Меня перенесло на другую локацию. Я без отбойника остался. Какого чёрта? Это так несправедливо. Ух ты, Сайгак. Куда сиганул-то так, а? Меня подождать надо было. Извини, нужно было завершить кое-что. Эх, знаю я. В общем так, вот тебе костюм, одевай быстрее. Без него лучше тут не бродить. Будем идти вместе, друг от друга не отходим. Понятно? Понятно, двинули. Тут тварь тупо вот это вот, не знаю. Так, ну костюмчик, кстати, у нас теперь другой. Он мне дал 18 антидотов. И да, я без дробовика. Справедливо. Так, ну я так полагаю, мне тут вот это вот ничего обыскивать не нужно. Потому что, ну, мне всего лишь нужно пройти через путепровод. Мы как-никак ищем путь на затон. А, ясно. Ну, тут так же, да. Дверь обесточена. А, справедливо. А куда мне надо идти, чтобы запустить? По-моему, вот к этой фитюльке, которая там что-то горит. Так, а где её включать-то? Вот оно. Отлично. Отлично, идём дальше, пишет стрелок. Куда дальше? Подожди, я ещё нихрена тут не рычаги никакие нажал. Не нажал, точнее. Так, чё тут вкусное чё-нибудь есть? Ну, нету, поэтому давай. Опа. Всё, я открыл дверь. Надеюсь, моноритовских снайперов или просто моноритовских-то тут не появится, как в оригинале. Но с Замбайзи будет попроще. Хотя патронов у меня не так много осталось. А. Вы уже меня тут прям встречаете, да? Справедливо. Ой, какой гранатов стрелок? Зачем? Не надо, не кидай. Как ты её кинул? Ну, хотя пойдёт. На самом деле, неплохо, да? Так, ну вроде я тут зомби убил всех почти, но ещё какая-то часть осталась. Кастрика они тут развели, ну да, конечно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Патроны кончились, бывает. Ну чё, в бой! Ну, вот и всё. Так, нашёл патроны. Ура. Старая добрая нычка меня выручила. Ну, мы, собственно, пришли на Затон уже почти. Так, новое задание принести инструменты к Кардану. Что? Где я вообще очутился? Ну, наконец-то выбрались. У меня уже галлюцинации начинались. Я тоже рад, что мы покинули итоги, было место. Но самое главное, что мы на Затоне. Ты прав, сейчас проясним ситуацию. Пришло сообщение о помощи со Скадовска, поэтому двинемся сейчас туда. Добро? Добро, двинули. Их, опять пешком. Ух, тут воздух получше. Вроде как выбрали. Сейчас прямиком к Скадовску. Хорошо, пошли. Всего 4 человека на карте отмечается, включая стрелка. Кстати, стрелок отмечается как механик. Здорово. О, это Дегтяров и Ковальский, и какой-то военный. Гарик? Стрелок? Вот вы даете. Да зато нам добрались. Рад вас видеть. Взаимно. А вы как добрались сюда? Нас вертолет подбросил сюда. Ведь старый проход зарос аномалиями. Старых путей уже нет. Так как же вы сюда добрались? Через путепровод. Знакомо это место? Конечно, знакомо. Я сам через него когда-то к Припяти шел. Хм, скорее всего в этом путепроводе можно попасть почти в любую точку зоны. С чего ты взял? Советские власти предусмотрели всё. Ладно, давай потом об этом. Мы со стрелком услышали сигнал о помощи. Что случилось? На нас тут частенько бандиты нападают, а Ковальский начал всем сигнал СОС отправлять. Бывает. А можно узнать, что вы ищете здесь? Как тебе сказать? Пошли поговорим в сторонке. Готов слушать? Конечно, выкладывай. Мы ищем образцы оружия, галс-винтовки. Нам нужно много таких, потому что скоро от прачечной ничего не останется. Что-что? Подробнее, Гарик, объясни ситуацию. Предположим, отбиться от всех мутантов. Видишь ли, мутанты будут непростые, наше оружие не спасёт. Бред какой-то. Предположим, что это так. Где ты собираешься искать галс-винтовку? Хотя, постой. Точно. Пару лет назад я был в одной лаборатории на территории Железного леса. Точнее, под ней. И по найденным данным я понял, что там испытывали и создавали это оружие. Отлично, значит, нужно исследовать это место. Не торопись, там герметизировалась дверь. Чтобы её открыть, нужна карта доступа или пароль. Карта доступа осталась на большой земле у аналитиков и СБУ. Хм, ну, знать бы резервный пароль. И где предлагаешь искать? Когда был взрыв на ЧАЭС, все военные проезжали через тот мост. Мост Преображенского. Возможно, в тех машинах, которые так и не доехали. Может, в них осталось что-нибудь важное. И ищи документы с приказами и распоряжениями. Я думаю, там что-нибудь да есть. Найдёшь, не си сюда. Окей. Ну, метко, я так понимаю, указывает на Ниву, которая провалилась вниз. Полагаю, в ней и есть то, что нам, как бы, нужно. Вот оно. Да. Документы у меня, смотри. Ну-ка, давай сюда. А вот и подтверждение. Тут пароли. Хорошо, тогда в путь. Можно. Как только будешь готов, выдвинемся. Хорошо, я готов. Пошли. Уверен, пошли. Вот мы на месте. Всем проверить оружие. На готовность 15 секунд. Двинули? Так, сейчас. Ага, вот она. Держи, я тут выписал пароль от двери. Пошли, двинули. 1422. 1422. А чё не 1488? Ковальский, Тарасов и Стрелок. Прикрывайте вход. Гарик за мной. Пишет Диктиров. Подожди, ёпты, блин. Я немножечко задержался. Так, давай, пароль. 1422. Поехали. Так, хорошо, дверь открыта. Проверь пока всё. Мы прикроем с тыла. Что-то тут не густо. Одного меня посылаете. Ну, в принципе, чё, как всегда, я не удивлён. Так. Вот оно. Знал, знал, что не всё так густо. Гарик, дуй сюда. Хорошо, понял, понял. Сейчас. Ой-ё-ё, опять неплохо. Тут наёмники. Да ещё и сколько их. Отработали, но не расслаблятся. Возможно, придут ещё. Гарик, дуй сюда, поговорить надо. Подожди, я залутаю. Тут наёмники полегли, как бы. Алло, они богатые челики. Ну что, нашёл что-нибудь полезное? Не думаю, сам посмотри. Хм, и по-твоему, это не нужно? Галс винтовки тут не оказалось, а вот новая наводка имеется. Что же там написано? Написано, что все изготовленные образцы этого оружия перевезли в лабораторию X-8 ещё в 1989 году. Я ведь был там на днях. Я когда-то тоже. И что, ты ничего не нашёл? На тот момент я и не пытался. Слишком большая путаница. Мы оказались в центре каких-то событий. Что бы тут ни произошло, хм. Погоди-ка, что здесь ищут наёмники? Даже не представляю. Ладно, пошли на Скадовск. Нам тут больше делать нечего. Ты прав, пошли. Знаешь, в чём проблема? Проблема в чём? Я не знаю, как мы будем выбираться за то. На старых путей-то уже нет. А мой радиоприёмник накрылся. И что, ничего уже не сделать? Вообще-то можно украсть его. По слухам, на территории станции переработки отходов, где сейчас орудуют наёмники, я просто уверен, что у них есть радиоприёмник. Сможешь его украсть? Прикрыть спину? Смогу. Мне не нужно прикрывать спину. Я сделаю всё сам. Если найдёшь приёмник, сразу ко мне. Будем связываться с центром и просить вертолёт. Пойду за приёмником. Берём. Воруем. А, подожди, это не радиоприёмник. Радиоприёмник ниже. Якова фига. Вот тут он, типа, где-то. А, вот это надо было своровать. А я ноутбук стащил. Ой, я оказался вообще в какой-то пещере. Твою мать, что происходит? Как я здесь очутился? Что, блин, со мной происходит? Ёптвою меть, тут целая толпа кровососов. Я её слышу. Валим отсюда. Приёмник у меня, возьми. Молодец, Гарик, я не сомневался, что ты быстро его найдёшь. Хорошо, осталось его настроить и двинемся к вертолёту. В путь. Чёрный экран. Меня, кстати, принесло сразу в Припять. Гаусс Пушка поговорит с Дегтярёвым. Ну что, Гарик, готов к последнему рывку? Есть выбор? Выбор есть всегда. Но всё-таки стоит поторопиться с раздумием. Странный вопрос. Я всегда в деле. Тогда не будем терять время. Двигаемся к лаборатории. В путь. Не, ну тупо NPC встал. Вот мы и возле лаборатории. Готов к спуску? Готов. Тогда сейчас и двинемся. Я пойду один. Ты уверен? Запускай генератор. Э? Рофл. Ладно. А, вот и Гарик подтянулся. Хромой. Фантом. Рад вас видеть, парни. Что вы здесь делаете? Тебя ждали. Готов попрощаться с этой лабораторией? Не понял. Вся заваруха, что тут происходит, всё из-за этой лаборатории. Нужно её уничтожить. И Фантом знает, как это сделать. Ну, вот оно что. Тогда у него и спрошу об этом. Здорово, дружище. Знаешь, как странно получилось. Оказывается, образцы гаусс-винтовки здесь. А ты такой круг намотал. Это того стоило, брат. Я надеюсь. А теперь давай уничтожим эту долбанную лабораторию. Но сначала прихватим гаусс-винтовки. Конечно, Фантом, пошли. Твою мать, хромой, осторожно. Гарик, слева. Ууу, взрыв какой-то опять. Помочь подняться Фантому. Опять 25. Хромой мёрт. Гарик, я эту кашу заварил, а ещё и хромой откуда-то появился. Он портил все планы. Пора рассказать тебе всё. Год назад мы с тобой отправлялись в зону. Мы искали деньги. Я для красивой жизни, а ты для дочери. Мы отправились искать легендарный клондайк. Но нас перехватили наёмники. Точнее, тебя. Извини, я не знаю, что они с тобой сделали. И я очень жалею, что не помог тебе тогда освободиться. Я уже думал, что тебя давно нет в живых. Можешь судить меня так, как считаешь нужным. Я опять нагло, поздно и неаккуратно выложил тебе кусочек правды. Я тебя понимаю. Мне не нужно прошлое, я живу только настоящим. Хороший ты человек, Гарик, но в зоне это не ценится. Слушай, у меня есть ещё одна просьба. Тогда, год назад, чёрт, целый год прошёл. Эх, помнишь группу, с которой мы пробивались к центру? Мутного, Серого, Рамфиля и Тихого. Кодекс Белого Солдата, помнишь? Чёрт, я всё вспомнил. Содрогнётся, враг мой от одного вида моего. Спасу брата своего, отдам жизнь свою. За страну своёй, ёёй, ёёй, всех врагов убью. Это какой-то не кодекс Белого Солдата. Это какой-то цитатник пацанских пабликов. Он всегда был у меня в голове. Это хорошо, что ты всё вспомнил. Теперь ты там судишь всё вокруг. Второе правило Белого Солдата. Убить или простить. Простить, брат, простить. Так, что там с группой? Группа жива. Я хотел встретиться с ними и передать часть контракта. Они честно его заработали. Не мог бы ты отнести этот контракт им? Они сейчас базируются на речном порту. Можешь на меня положиться? Как только я отнесу им контракт, мы вернёмся за тобой. Ты только держись. А, то есть я его тут кидаю, да? А, ну, понятно. Ага, а чё у меня худа нет? Кстати, может вернёте мне худ? Ладно, пойдём. Мутный. Гарик, живой, здоровый, руки-ноги, на месте. От тебя целый год вести не было. Как ты? Нормально, я тоже сильно рад тебя видеть. Кстати, тут вот тебе посылка от Фантома. Ах, сдались мне эти деньги, когда я такого человека встретил. Гарик, год прошёл. Я думал, ты погиб в плену наёмников, но ты ведь не из мягкого теста. Как я мог забыть? Ты всегда был лучшим в отряде, самый выносливый, самый бесстрашный, самый сильный и жутко везучий. Не знаю, мутный, может ты и прав, мне действительно везёт. Сколько я пережил, сколько я выстоял, кто-то мне помогает. Хм, я какой-то у Костра слышал разговор сталкеров, они говорили о каком-то талисмане, мол, сталкере, которого сама зона бережёт. Байки травят, как обычно. Ух, брат, даже не знаю, что сказать на всё это. Ты прямо из мёртвых вернулся. Что же с тобой произошло там, в плену? Об этом потом. История ведь не заканчивается на этом. Как-нибудь я тебе всё расскажу, а сейчас нужно помочь Фантому. Он в лаборатории, ты со мной? Даже не спрашивай, я с тобой куда угодно пойду, друг. Тогда идём, не будем терять драгоценное время Фантома, его у него не так уж и много. Гарик, мутный и остальной отряд двинулись в лабораторию. Как вдруг над небом прогремел взрыв. Гарику на ПДА пришло сообщение, теперь я свободен, Фантом. А на этом мой рассказ пора заканчивать. Что было дальше, вы узнаете в моде «Контракт на хорошую жизнь». Дегтярёв, Ковальский и Тарасов благодаря гаосспушке и помощи белого отряда одолели опасных мутантов. Гаосспушка была отправлена на Большую Землю и модернизирована. После этого этим видом оружия начали пользоваться многие страны Европы. Что было дальше, вы узнаете в моде «Контракт на хорошую жизнь». Да, спасибо, что ещё раз об этом написали. Зона полна сюрпризов и даже те тёртые сталкеры, которые стали легендами, были поглощены зоной. Жёстко. Ну, в общем-то, чё, чуваки, всё, прошли мы белый отряд. Что могу сказать? В принципе, прикольный мод, хотя, ну, было каких-то куча непоняток. Так что хз, хз. Ну, в общем, среднячок, пойдёт. Касательно того, буду ли я проходить «Контракт на хорошую жизнь». Скорее всего, нет, потому что я проходил его ещё в году 16-м. И я помню, о чём он. Так что я не вижу смысла перепроходить. Чё-то там на каких-то наигранных эмоциях. Ну его нафиг. Кому надо, можете сами поиграть или посмотреть моё древнегреческое прохождение. Хотя, по-моему, оно несмотребельно. Ну и, в общем-то, друзья, огромное спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании, там много всего интересного. В том числе и ссылка на скачивание этого мода, ссылка на мой группу ВКонтакте и ссылка на плейлист с этим прохождением. А, в общем-то, всего вам доброго, друзья, и покедова. Субтитры сделал DimaTorzok